Всех их мы найдем. Как умер каждый погибший? Проверим. Президент Назарбаев не держит слова. Его громкие обещания – пустые слова. Об этом сегодня заявили представители организации Amnesty International. В своем докладе «Возвращение к пыткам», название которого говорит само за себя, они представили полную картину силового беспредела в Казахстане. Здесь и издевательство над заключенными, и выбивание показаний. Ключевой момент – призыв поставить на конец точку. В кровавом деле Жана Узена. Есть различия между цифрой, которую дает официальная прокуратура, то есть 130 задержанных за участие в массовых беспорядках с применением жестокости. Это контрастирует с теми цифрами, которые поступают из других источников. По их данным задержано более 700 человек. Власти Казахстана вряд ли согласятся с международной организацией. По отчетам, события в Жана Узене тщательно расследовали. А тех, кто стрелял в демонстрантов, наказали. За решеткой оказались пять офицеров полиции. Те же, кто расстреливал безоружных людей, от наказания ушли. Следует из отчета Amnesty International. Правозащитники следят и за судьбами тех, кто оказался в тюрьме якобы за разжигание социальной розни. По их мнению, правосудие в Жана Узене разыграли. Так, Роза Толетаева получила пять лет. На суде она рассказывала, как ее душили, подвешивали за волосы и подвергали сексуальному унижению. Те, кто пытал в декабре 2011-го Базарбая Кинжибаева, также на свободе. Он скончался через два дня после освобождения из ИВС. Лишь один из полицейских был осужден. Генералы продолжают отрицать факты пыток. Специально никто такой приказ в такой обстановке не отдавал. Каждый полицейский принимал решение. Мы разочарованы тем фактом, что власти, в частности представители прокуратуры и МВД, ссылались на факты применения пыток, как отдельные изолированные случаи, нежели как явление, которое носит широкомасштабный характер. Все имена, фамилии и факты насилия Amnesty International опубликовала в отчете. Наряду с пересмотром дел нефтяников, правозащитники призывают полностью уйти от практики издевательства над заключенными. Яркий пример – Арон Атабек, который два с половиной года провел в одиночной камере в тяжелейших условиях. В 2010 году казахстанские власти заявили ООН, что не успокоятся до тех пор, пока все случаи пыток не будут полностью искоренены. Однако, пока это лишь пустой звук. В очередной раз отчет Amnesty International – это попытка достучаться до высшего политического руководства. Все заверения властей Казахстана правозащитная организация называет не иначе, как попыткой успокоить собственный народ и иностранных наблюдателей. Пытать и убивать в Казахстане не перестали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова